40 лет на сцене. Вечер-портрет народного коллектива Маймбава, что в переводе с неньского означает «радость», состоялся в Наринмаре. Маймбава – самобытный коллектив из поселка Нельминос. За 40 лет творческой деятельности выступила в 14 городах России и 7 странах мира, объехала все населенные пункты округа, все тундры, получила высокие награды и уважение зрителя. Маленький зал социально-культурного колледжа, где проходит творческий вечер, едва ли может вместить всех поклонников творчества знаменитого ненецкого коллектива. Маймбава создавалась с жителями Малоземельской тундры, поселка Нельминос, чтобы в песнях и танцах рассказывать людям о красотах родного края. За все время существования в составе коллектива было 143 участников. Здесь нет так называемой «текучки», сюда приходят целыми семьями. Выступают династиями – бабушки, папы, мамы, дети и внуки. Ни одно поколение выросло вместе с творчеством Маймбавы. Екатерина Ордеева в коллективе самого его создания, вся ее жизнь в танцах и песнях. У нас сначала мы просто танцевали, пели, потом, как Маймбава, танцоры приходили. Я тоже сначала танцевала и пела. Приходилось переодеваться, на вокальную переодеваться, потом на танец переодеваться. Вот так все быстро-быстро, всю жизнь, можно сказать. В коллективе с Екатериной Николаевной выступают ее дети и внуки – Денис, Оксана и Кристина. Потому что у меня там две бабушки ходят, дяди, тети. И я решила идти за ними вместе. Ребята участвуют в танцевальных композициях ансамбля. Говорят, ненецкие танцы особенные. Современные все резко делают, а в ненецких там нужно быть плавным. Нужна пластика. Как и положено, в день рождения имениннику дарили подарки. Заместитель губернатора ненецкого округа Наталья Сидорова поздравила участников ансамбля от лица губернатора. Добрые слова и пожелания звучали от представителей района и городской властей, депутатов, друзей и бывших участников коллектива. С особым трепетом из зала следила за торжеством Анна Лыченко. Ведь для нее и ее семьи Мамбова как сестра родная. Я, когда выступает моя баба, я всегда прихожу. Потому что я их фанат. Это ансамбль, можно так сказать, член нашей семьи. Мама, потому что создавала ансамбль Татьяна Ивановна Гомякова. Это моя мама, когда мне было 9 лет уже. То есть этот у нас так. Мы все время говорим с сестрами. Это у нас шестой ребенок. В день рождения принято загадывать желание. Самое заветное для ансамбля Мамбова – обзавестись помещением для репетиции выступлений. Ведь в родном Нельмин-Носе уже несколько лет не работает Дом культуры, на базе которого проходили репетиции. Здания нет уже несколько лет у коллектива, у филиала. Поэтому работать очень сложно. Мы об этом и на вечере будем говорить. Но тем не менее коллектив сохраняет свою роботоспособность. И когда зал у нас свой появится, тогда мы надеемся, что будет возможность и, скажем так, активнее заниматься, восстановить в полном объеме весь репертуар и, конечно, тогда выезжать и за пределы округа тоже. Еще один концерт в честь круглой даты ансамбль дал в родном поселке для тех ветеранов и поклонников творчества Мамбовы, кто не смог сегодня приехать в город. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.